Мы начнем с 18 главы Деяний. В книге Деяний есть три главы, в которых речь идет о зарождении церкви в Эфесе. Это будет наша основная тема сегодня. В широком понимании, рост церкви в Эфесе — это духовное влияние и распространение Евангелия Иисуса Христа. Кто написал послание к ефесянам? Конечно, Павел. И порой нам кажется, что он был чуть ли не единственным героем этой истории. Но это не так. На самом деле, зарождение церкви в городе Эфесе принимало участие множество людей. В этом принимали участие и те, кто учил, и те, кто учился. Церковь выросла не за один день. Вначале было положено основание. Все начинается с того, что сначала вы имеете в своем сердце намерение. Если вы не положите намерение вырастить сад летом, то сам по себе он не вырастет. Даже если вы будете сидеть на диване и рассуждать, «Бог, как было бы хорошо, если бы у меня был сад. Я бы почтил тебя первыми плодами со своего сада». Я бы хотел иметь свои помидоры, свои кабачки, свои бобовые. Ох, как аппетитно. Но если вы будете просто сидеть на диване и молиться, то вероятность, что у вас появится сад, очень мала. Согласны? Чтобы иметь сад, вам нужно для начала вспахать землю. Вам нужно посеять семена и вырвать бурьян. Вам предстоит потравить вредителей, и только потом вы сможете собрать урожай. Понадобится немало усилий. Вы можете иметь сад и благодарить Бога за то, что Он дал вам хороший урожай. Но ваше намерение отразится либо в наличии, либо в отсутствии сада. Этот принцип работает и в нашей духовной жизни. Церковь в Ефесии не родилась сама по себе. Сейчас мы будем читать о том, что вся окрестность узнала об Иисусе. Церковь возникла не случайно или тайно. Но кто-то положил намерение. Если вы хотите, чтобы Иисус был важной частью вашей жизни, жизни вашей семьи, ваших детей и их будущего, это намерение должно отражаться в вашем поведении, иначе этого никогда не случится. Церковь возникла не тайно, а в результате чьих-то намерений. Начнем с 18 главы Деяний. Они прибыли в Эфес, где Павел оставил Прескилу и Акилу. Они втроем отправились в синагогу, где спорили с иудеями. Его попросили остаться с ними, но он отказал им, сказав, что если на то будет воля Божья, он вернется и уплыл из Эфеса. Это вступление к истории церкви в Эфесе. У Павла был стратегический план. Когда он начал распространять весть об Иисусе по Средиземноморью в Римской империи, он выбирал центральные торговые города, он находил важные районные центры и насаждал церкви в первую очередь там. Он знал, что служение распространится из центрального города в окрестные городки и деревни. Так он оказался в Эфесе. Он пришел туда ненадолго. Иисус совершил весь иудейский закон. Он был исполнителем иудейских пророчеств о пришествии Мессии. И поэтому, когда Павел приходил в не-иудейский город, чтобы поведать историю об Иисусе, он шел туда, где была большая вероятность того, что эта весть будет принята, в синагогу, где собирались местные иудеи. Он рассказывал им о Мессии. Свои слова он подкреплял местами из Писания. И в каждом городе первые, кто обратился в веру во Христа, первые христианские верующие были представителями иудейского общества. Конечно, не только иудеи. И в Эфесе мы это прекрасно видим. Он оставлял в церкви наставников. В Эфесе это были Прескила и Акила. Они пустят там корни, останутся в городе более чем на два года и будут заботиться о новой группе верующих. Они остались там не случайно. И в 24 стихе 18 главы мы видим, что к ним прибыла подмога. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Звучит несколько странно, ведь Аполлос не иудейское, а греческое имя. А для посвященного иудея даже садиться за стол с не иудеем считалось мерзостью. Но Аполлос ассимилировался с греческой культурой, взял греческое имя. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, пришел в Эфес. Александрия — египетский город. Итак, иудей прибыл из Египта в Малую Азию, город Эфес, современная Турция, чтобы рассказать об Иисусе из Назарета. А он — Мессия. Забавно. Это все не случайность, таков был план. Мы думаем, что глобализация мира и экономики — это данность 21 века. Но еще в самом начале распространения Царства Божьего была задействована международная активность. 25 стих. «Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Аполлос пришел, чтобы пробудить людей, рассказав им об Иисусе, и при этом он сам узнал о нем что-то новое. Мы говорим об Иисусе и учимся одновременно. Мы говорим о нем не потому, что уже все знаем и не совершаем ошибок. Мы служим ему и больше его познаем». Это касается и нас с вами. В равной степени. Итак, Аполлос продвигается дальше, а Павел намерен вернуться в Эфес. 1 стих 19 главы. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. Сначала Павел был в Коринфе, теперь Аполлос. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Павел возложил на них руки, не шел Дух Святый и стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек 12. Служение в Эфесе обретает некую форму. К этому приложило руку немало людей. Павел, Прискила, Акила, Аполлос. Скоро мы увидим Александра и Гайя. Также в эту церковь сделает свой вклад Аристарх. На этой Ниве потрудилось немало людей. И в 19 главе Лука продолжает мысль о том, что это является темой книги «Деяний». Лука — автор книги «Деяний». Он написал две книги Нового Завета — книгу «Деяний» и какую еще? Луки, молодцы. Евангелие от Луки — история об Иисусе, книга «Деяний», история о друзьях Иисуса после того, как он вернулся на небеса. Лука написал книгу «Деяний», чтобы помочь нам стать верными последователями Иисуса. У него есть цель и главная тема. Это не просто перечисление фактов. В первой главе книги «Деяний» Иисус оставляет своим ученикам поручения. По сути, это повеление — не оставлять Иерусалим, пока они не будут крещены Духом Святым. Мне всегда это казалось странным. В 20 главе Евангелия от Иоанна сказано, что в день своего воскресения, когда ученики прятались за закрытыми дверями, под вечер Иисус явился им. Он оказался с ними в одной комнате. Они боялись и потому прятались. Он показал им следы от ран, показал раны от гвоздей на запястьях и проколотый бок. Они видели, как он умер на кресте. Они похоронили его. И теперь он стоит перед ними живой. Какой, как вы думаете, была атмосфера? Наверное, слегка накаленной. Затем сказано, что Иисус дунул на них и сказал, «Примите Духа Святого». Это было похоже на момент сотворения человека в книге Бытия. Написано, что Бог сотворил человека из праха земного и дунул в него, и стал человек душою живою. Это отличает нас от всех остальных творений. Мы созданы по образу Божьему. В нас обитает Дух Божий. Он вечный. Наши земные одежды ветшают. Такой же образ мы видим и в 20-й главе Евангелия от Иоанна, где Иисус дунул на учеников и сказал, «Примите Духа Святого». Я считаю, что в тот момент они родились свыше. Внутри каждого человека, в Иисуса Христа, обитает Дух Святой. Вы пожимаете плечами и думаете, «Ладно, поехали дальше». Но это крайне важные вещи. Павел писал церкви, «Разве вы не знаете, что тела ваши — суть храм Духа Святого?» И они действительно не знали об этом. Они привыкли ходить в храм, потому что всегда считали, что храм — это Дом Божий. Итак, в 20-й главе Иоанна Иисус дунул на учеников и сказал, «Примите Духа Святого», и они родились свыше. Где-то через 40 дней в первой главе Деяний Он дал им поручение не оставлять Иерусалим, пока не будут крещены Духом Святым. Я считаю, что из всех людей на протяжении человеческой истории именно эти люди прошли лучшее обучение, чтобы стать представителями Иисуса. Они провели с Ним три года, Он учил их. Они слышали, как Он проповедует людям. Они могли задавать Ему вопросы один на один. Они видели, как Он шел по воде. Петр тоже попробовал идти по воде. Петр и Иоанн, Иаков, были с Ним на горе Преображения, где Иисус беседовал с Моисеем и Ильей. Они стояли у гроба Лазаря, когда Иисус воскликнул, «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь вышел живым из гроба. Они видели, как Он повелевает ветру и волнам. Видели, как Он изгнал из одержимого бесами легионы бесов. Они видели, как Он умер на кресте. И стояли с Ним, когда Он пришел к Ним воскресшим. Думаю, они прошли хороший тренинг. Однако Иисус говорит им, чтобы они не начинали свое служение, пока не будут крещены Духом Святым. Деяние, первая глава. Вторая глава начинается с иудейского праздника Пятидесятницы. После Пасхи прошло 50 дней. В этот праздник на верующих в Иерусалиме сходит Дух Святой. 3000 человек приняли Иисуса и были крещены в тот день. В 10 главе Деяний повторяются события 2 главы только уже не в Иерусалиме, а в Кесарии. Кесария — территория Израиля, но это языческий город, в центре которого стоял храм римскому богу. И в тот день иудейское сообщество оказалось в доме римского сотника, воина. События 2 главы книги Деяний тогда повторились. Это все еще территория Израиля. Но потом мы приступаем к 19 главе Деяний. И мы уже не в Израиле, но в Малой Азии, Турции, Эфес. И теперь то, что произошло во 2 и 18 главах, повторяется, только уже в полностью языческом городе. Бог излил свой дух. Лука хочет нам это показать, чтобы мы увидели всю картину. Это была преображающая сила Духа Святого. Он показывает значимость крещения Духом Святым в нашей жизни. Мы не перестаем расти. Мы продолжаем развивать голод и жажду потому, что Божье. В американское христианское сообщество вползло ошибочное отношение, которое я хотел бы разоблачить. Это самодовольство. Мы довольны своим духовным состоянием и считаем себя достигшими. Если мы произнесли молитву и нас окунули в бассейн, то в большей степени мы считаем, что сделали для Бога все. Это не библейское понимание. Я не хочу, чтобы вы жили в страхе, что вот-вот потеряете свое спасение, но я хочу, чтобы вы понимали, что должны не переставая возрастать в Боге. Торжествовать в жизни — набор из четырех уникальных проповедей пастора Аллена Джексона, повестующих о том, как можно жить так, чтобы Бог продвигал нас вперед. Вхождение с Господом вовсе не бремя. Это высшие привилегии, данные нам Богом. За ваше пожертвование мы вышлем вам набор аудиодисков или флешку с проповедями торжествовать в жизни. Звоните по телефону на экране или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы производим перемены. Вот что происходит дальше. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника. И однажды злой дух им ответил, «Иисус, я знаю, и Павел мне известен, а вас нет в моем списке контактов». И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Неблагоприятный день для служения, не так ли? Вы стараетесь служить Иисусу, на вас нападает злой дух, и вы убегаете оттуда избитые, все в крови. Вы голые, выбегаете на улицу. Совсем не эту цель вы преследовали. Они не думали, что после слов во имя Иисуса они окажутся голыми. Не лучший пример техники насаждения церквей. Но в данном случае это сделалось известно всем, живущим в Эфесе, иудеям и элленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Что мы знаем на этот момент о церкви в Эфесе? Что на протяжении двух лет там учил апостол Павел Аполлос, Прискила и Акила. Там происходили исцеления чудеса, происходили необычайные события. По городу бегали голые. Многие в городе покаялись перед Богом. Покаяние не охватило весь мир, только город. Был разведен публичный костер, где люди сжигали предметы поклонения злым духам. Сожженные книги стоили 50 тысяч драхм. Сегодня эта валюта уже не в ходу, но на то время драхма соответствовала дневной плате. Если мы возьмем 100 долларов как плату за день работы, то 50 тысяч драхм — это 5 миллионов долларов. Если вы зарабатываете больше 100 долларов в день, можете пересчитать для себя. Этот публичный костер был показателем значительной финансовой жертвы. Сейчас, по закону, если мы благотворим, мы получаем налоговую льготу. Представьте, что творилось в городе, когда люди сожгли колдовские книги на 5 миллионов долларов. Это происходило у всех на глазах и, конечно, взбудоражило город. Разумеется, взбудоражило. Но вот результат. Последний стих этого отрывка. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. Но как это все произошло? Учение не прекращалось. Это нелегкий труд. Они учили людей каждый день. Прискила и Акила сменили место проживания. Им пришлось искать новых друзей, строить жизнь заново. Павел учил людей каждый день в Эфесе в течение двух лет. Это был непростой труд. Непростой труд. Они молились за больных и страждущих. Откуда мы это знаем? Написано, что происходили чудеса. Многие исцелялись. Поэтому очевидно, что они молились за больных людей. Они изгонялись злых духов, угнетающих людей. Откуда мы это знаем? Мы читаем о семерых сыновьях первосвященника, которые решили попробовать тоже изгнать злого духа во имя Иисуса, которого проповедовал Павел. Его мы не знаем, но Павла знаем. Они могли убедиться, что имя Иисуса имело большое влияние. Прежде чем в городе были замечены физические перемены, произошло немало духовных побед. Возрастало почтение перед Богом. Трепет перед Богом. И люди каялись. Они жертвовали своим имуществом. Пять миллионов долларов и для нас сейчас впечатляющая жертва. Если бы вы узнали, что кто-то сжег оккультных предметов на пять миллионов долларов, это бы вас впечатлило? Но я хочу обратить ваше внимание еще на один отрывок. Давайте вернемся немного назад. 18 стих. Многие же уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми. Люди занимались чародейством. Читая об этом, мы думаем, что эта проблема в 21 веке уже не актуальна. Но я хочу вас уверить в том, что сегодня в Теннесси колдовство распространено еще больше, чем тогда в Эфесе. Колдовство никуда не исчезло. Послушайте определение колдовства. Это поиск духовного влияния или информации через любой другой источник, кроме Духа Святого. Поиск и обретение духовного влияния, знания или силы через другой источник, а не посредством Духа Святого. Это еще одна тема, затронутая в книге Деяний. Но мы сталкиваемся с колдовскими практиками книги Деяний не только здесь. Об этом идет речь и в восьмой главе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. Павел лично противостал ему. Но и это еще не все. В 13 главе, пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина. Он находился с римским проконсулом. У этого волхва было огромное политическое влияние. Он волхвовал при римском проконсуле. И вот он уверовал в Иисуса. Он был так впечатлен той силой, которую увидел верующих, что он даже предложил им деньги, чтобы и он мог передавать Дух Святой при возложении рук на людей. И затем дальше, в 16 главе Деяний в городе Филиппы, Павел с друзьями увидел молодую девушку с даром провидицы. Она могла предсказывать будущее. Ее господа зарабатывали на ней деньги, потому что люди хотели знать, что их ждет. А в Эфесе колдовство достигло таких масштабов, что в него вкладывали миллионы долларов. Это не просто контекст событий, сопровождающих распространение Евангелия. Все это имеет огромное значение. Что мы можем извлечь из этого? Говоря простым языком, мы с вами должны стараться избегать всего того, что хоть как-то связано с оккультизмом. Посмотрим 19 главу. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, он собрал не только производителей идолов, но и всех мастеров. От этого ремесла зависит благосостояние наше. Но Павел своими убеждениями совратил немалое число людей в Эфесе. Это битва за систему убеждений и мировоззрения. Павла представляют как обманщика, который сбивает с пути, который спорит в публичных местах. А вы достаточно смелы, чтобы стоять за Иисуса. Против вас могут возвысить голос влиятельные люди. Для этого не нужно искать, с кем бы поспорить. Просто молитесь за больных и страждущих. Для этого нужно просто служить людям и приносить свободу людям, мучимым злыми духами. Если вы будете делать это достаточно часто и с заметным результатом, обязательно найдется тот, кто скажет, «Мне это не нравится». Он говорит, что делаемые руками человеческими не суть Боги. Да, он такое сказал. Посмотрим 28 стих. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Эфесская». Этот город поклонялся Артемиде, и весь город наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и Аристарха спутниковых Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Их хотели убить, к ним рвался и Павел, но его удержали. А иначе его бы убили. Итак, на волне пробуждения начинается мятеж. Причина волнений, влияние и экономика. Как это касается нас с вами? В данном случае многие люди обратились к Иисусу, и в результате это потрясло местную торговлю. Казалось бы, если в церкви такое пробуждение, если происходит духовное поднятие народа, то нужно радоваться. Но не все были рады этому в Ефесе. Думаю, и в Теннесси тоже не все бы обрадовались. Потому что некоторые люди зарабатывают огромные деньги на продвижении зла. И вот, обманув людей, они подняли мятеж. Казалось бы, Евангелие распространяется, чем не повод быть полным радости и энтузиазма. Но Библия говорит, что все было совсем не так. Мы думаем, если бы Дух Святой злился на наш город, на наш район, на нашу школу, где учатся наши дети, на все уровни населения, то люди бы возликовали и стали восклицать «Аллилуйя!» Однако совсем не это мы видим в Писании. Мы видим, что началось противостояние. Для себя мы можем сделать вывод, что гонения сделали их сильнее. Когда на нас начинают наезжать, мы ослабеваем. Вдруг на нас начнут жаловаться, лучше молчать. Но не так действовала ранняя церковь. Церковь не сможет процветать, если будет молчать. Мы видим, какие культурные перемены происходят в нашем обществе. Люди, вносящие эти перемены, ничего не хотят слушать. Их не убедить. Но почему мы такие робки? Торжествовать в жизни — набор из четырех уникальных проповедей пастора Алина Джексона, повествующих о том, как можно жить так, чтобы Бог продвигал нас вперед. Хождение с Господом вовсе не бремя. Это высшая привилегия, данная нам Богом. За ваши пожертвования мы вышлем вам набор аудиодисков или флешку с проповедями торжествовать в жизни. Звоните по телефону на экране или заходите на наш сайт. Благодарим за поддержку служения Алина Джексона. Вместе мы производим перемены. Я верю, что народу Божьему пора стать смелее в своей вере. Враги Христа все больше возрастают в своей дерзости. Они сеют свои идеи и вкладывают в это ресурсы. Но, живя в этом мире, верующие все больше предпочитают просто смолчать. Они имеют пассивную позицию. Но я считаю, что нам пора стать более смелыми в вере. Я не призываю всех высокомерно осуждать и критиковать, но давайте не будем молчать в сфере нашего влияния. Будем возвещать истину и продвигать Иисуса повсюду. В книге Деяний ранняя церковь молилась о том, чтобы Бог даровал им дерзновение проповедовать Слово. Я молюсь об этом за наше поколение, чтобы нам смело говорить. Мы верим, что Иисус — Сын Божий. Что Иисус приходит и меняет наши жизни к лучшему. Бог дает вам влияние на людей вокруг. Используйте ваше влияние, и Он расширит его. Я хочу помолиться о вас. Отец, спасибо тебе, что ты послал своего Сына, чтобы освободить нас от сил тьмы и простить нам грехи. Наставь нас на путь, чтобы мы собирали сокровища на небесах и смело говорили истину во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог. Смотрите нашу программу с пастором Алленом Джексоном каждую неделю. А также заходите на наш сайт и находите прекрасные ресурсы. Они помогут вам подняться на новый уровень в вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы стать нашим партнером в распространении послания Божьего по всему миру. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем рады вас видеть в церкви Уолт-Аутрич в Мёрфисборо. Нас нетрудно найти. Ждем вас в гости. Вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в программе «Предназначение с пастором Алленом Джексоном». Продолжение следует...